Космо. Радио по-русски. С Диной Мишиной. Добрый вечер. Тема нашей сегодняшней программы. Против антисемитизма в Кёльне создан специальный отдел регистрации инцидентов. Джаз в Берлине певица Анна Лукшина выступает теперь онлайн и записывает колыбельные. Но сначала я познакомлю вас с главными новостями дня. Берлин. С сегодняшнего дня в столице ужесточены правила борьбы с пандемией. Отправиться на шоппинг, в музей или парикмахерской берлинцы теперь смогут только, имея на руках негативный экспресс-тест на коронавирус, сделанный в течение последних 24 часов. Супермаркеты, аптеки и магазины бытовых товаров типа Дрогери Маркт или Росман под это правило не подпадают. Предприятия, чьи сотрудники не могут быть переведены на хоум-офис, обязаны организовать для них тестирование на COVID-19 минимум дважды в неделю. Также во всех общественных местах нужно носить защитную маску типа FFP2. Речь идет в частности об автобусах и электричках, магазинах и аптеках, больницах и врачебных кабинетах. Берлин. За минувшие сутки в Германии выявлено 17 051 новый случай заражения коронавирусом. 249 человек умерли в связи с этой инфекцией. Об этом сообщает институт имени Роберта Коха. По его данным, с начала пандемии число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Германии составило 2 808 873. Коэффициент заражаемости, который измеряется в течение 7 дней из расчета на 100 тысяч жителей, несколько снизился и составил 139,9. Берлин. Бесплатные экспресс-тесты на коронавирус будут доступны берлинцам не раз в неделю, а ежедневно. Об этом говорится в письме Управления Сената по вопросам здравоохранения, направленном в администрации центров тестирования. На это ссылается в своем сообщении медиакомпания РББ. Объясняется, что основанием для письма служит нечеткое положение, введенное на федеральном уровне. Оно обещает каждому жителю Германии минимум один бесплатный тест в неделю, но максимальное количество тестов в этом документе не указано. Центром тестирования дано указание проверять всех, кому это необходимо. Так как расходы на экспресс-тесты оплачиваются из федерального бюджета, пройти бесплатный тест в Берлине могут и жители Бранденбурга. Майнц. Вакцина BioNTech Pfizer, по данным производителя, обеспечивает подросткам надежную защиту от заболевания коронавирусом. Это подтверждается исследованием, проведенным в США, в котором приняли участие более 2000 человек. Вывод – препарат на 100% защищает подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Лебах в федеральной земле Саара открылся первый в Германии круглосуточный центр вакцинации. Его работа осуществляется силами Бундесвера. 110 солдат будут работать в три смены. Это обеспечит проведение до 1000 прививок в день. По данным министра обороны Германии Аннегрет Крамп Каренбауэр, Бундесвер может обслужить до 28 таких центров, когда будет достаточно вакцин. В марте в Германии слегка сократилось число безработных. По данным Федерального агентства труда, на конец месяца в стране было зарегистрировано на 77 тысяч меньше, чем в феврале, но на полмиллиона больше, чем в марте прошлого года. Таким образом, уровень безработицы сейчас составляет 6,9%. В конце минувшего года при Документационном центре истории национал-социализма, находящемся в Кёльне, был создан специальный отдел для регистрации инцидентов на почве антисемитизма. Сотрудницей отдела, психологом Стеллы Щербатовой, побеседовала Надежда Баева. Стелла Щербатова предпочла бы, чтобы создание подобного отдела не было необходимостью. Действительность, к сожалению, выглядит иначе, поэтому мы делаем все возможное, чтобы помочь пострадавшим от проявлений антисемитизма. Психолог с многолетним опытом работы рассказывает. Для кого не секрет, что тема антисемитизма в последние годы, я бы не сказала, что она увеличилась, то есть она была, есть и будет в обществе, но она стала больше освещаться. Потому что вот если мы вспомним довольно известный случай в Кёльне, который освещался с этого полугода назад, когда на нашего раввина в трамвае была словесная нападка на него. И если вы помните, он тогда сказал одну важную вещь, что меня больше оскорбило не то, что мне было сказано, а то, что были равнодушны все, кто сидели в этом трамвае. Поэтому это очень важно сейчас, чтобы антисемитизм, он должен быть для общества видимым и осязаемым. Новый отдел создан полгода назад. Называется он «Miteinander mit Ntrin» – «За демократию против антисемитизма и расизма». Свою работу отдел начал в области образования. Его сотрудники создают концепции интерактивных методик и проектов и реализуют их в рамках курсов повышения квалификации, семинаров и воркшопов. Затем сфера деятельности отдела была дополнена консультациями и сопровождением пострадавших, а также регистрацией и документацией инцидентов на почве антисемитизма. Почему, допустим, в полицейской статистике не так много всплывает случаев антисемитизма, хотя на самом деле их достаточно много? Потому что не все случаи, связанные с антисемитизмом, уголовно наказуемы. И второе – большинство людей не хотят подавать заявление в полицию. И поэтому наша задача – создать такое доверительное пространство, где люди могли бы прийти и рассказать, с чем они столкнулись. Особое внимание необходимо уделять так называемому бытовому антисемитизму, который, как правило, находит свое выражение в словесной форме. Это могут быть предрассудки и теории заговора, объясняет Стелла Щербатова. Возьмем короткий пример флайеров, которые недавно были раскиданы в трамваях, где было написано «Это не корона проблема, а юбин проблема». Естественно, эти флайеры попали к нам в дыро. У меня, например, после того, как был распространен этот флайер, было два интересных телефонных консультации. Один раз мне позвонил мужчина, который нашел этот флайер, и с возбуждением стал рассказывать, что город Кельн ничего не делает. Мне пришлось, конечно, приложить много усилий, чтобы немножко его успокоить, объяснить ему, что мы не бездействуем, что мы предпринимаем какие-то шаги. О действиях антисемитского характера можно сообщить, обратившись в новый отдел при Документационном центре истории национал-социализма. Можно также сделать это анонимно, воспользовавшись сайтом www.antisemitismus-melden.köln. Рассказывала Надежда Баева. И вновь к новостям. Берлинская полиция пересаживается на велосипеды. Теперь во всех столичных районах появятся такие патрули. Уже сейчас на улице города выезжают на велосипедах 54 полицейских. Через два года, как обещают, число стражей порядка, прошедших специальную подготовку, достигнет 160 человек. Главным образом, такие полицейские будут следить за соблюдением правил дорожного движения как самими велосипедистами, так и в отношении их. Вживую давно не выступает и берлинская певица Анна Лукшина. Чем она сейчас занимается, расскажет Кирилл Бутырин. Кирилл Бутырин. Кирилл Бутырин. Анна Лукшина – джазовая певица. Покорить Берлин она решила именно голосом, хотя в России была дирижером хора. Любовь к голосовым импровизациям Анна испытывала с детства, и теперь это музыкальное направление считает главным в своей творческой карьере. В 15 лет у меня был опыт, первый опыт игры с джазовым пианистом, и он вдохновил меня настолько, что я в него по уши влюбилась, конечно же. Потом я влюбилась еще в одного джазового музыканта, а потом еще в одного джазового музыканта. И, в общем, когда я стала в них так вот один за одним влюбляться, я подумала, что что-то тут не то. Я точно влюбляюсь в них? Или, может быть, я влюбляюсь в ту музыку, которую они играют? И стала заниматься этим сама, джазовых музыкантов. С тех пор я не влюбляюсь. Но джазовой музыкой занимаюсь. С удовольствием. Анне Лукшиной нравится работать на стыке авангардной и академической джазовой музыки. Хотя мейнстрим джаз и свинг она исполняет тоже с удовольствием. В Берлин певица влюбилась сразу и навсегда. Несколько лет назад, в свой первый приезд, она удивилась количеству творческих людей, живущих здесь и говорящих на разных языках. А еще тому, как легко без всяких слов музыканты понимают друг друга. Стоит им только взять в руки инструменты или выйти к микрофону. Это нельзя не полюбить. Вот эту мультикультурную солянку, в которой можно встретить абсолютно разные вещи. Все. Мне кажется, что Берлин, он такой, он принимает все в искусстве. Любой человек, я думаю, здесь, как кунцлер, как артист, он может состояться с любой своей идеей, найти своего слушателя, найти своего зрителя. И это, конечно, привлекает. И привлекает именно концентрация талантливых профессионалов на квадратный километр городской среды. По словам Анны, ей грустно наблюдать, как многие певцы и музыканты страдают, не имея возможности выступать перед зрителями в период пандемии. Сама исполнительница джазовых композиций не унывает и не сидит на месте. Она выступает на онлайн-концертах, проводит мастер-классы по вокалу, аранжирует и записывает акапелло русские народные песни. А еще учит всех желающих петь колыбельные. Я обучаю колыбельным песням не только мам, это не обязательно мамы, это могут быть даже будущие мамы, это могут быть папы, мужчины тоже смотрят мои эфиры, комментируют их, это могут быть бабушки, дедушки, тети, братья, сестры. У меня лично нет детей, но у меня есть племянница, и я как тетя своей племянницы пою песни. Поэтому здесь не идет речь о том, что вот есть только мамы, и только мамы могут или должны петь колыбельные. Это очень широкая группа людей, у которых есть кому, есть с кем этим поделиться. По словам певицы, она может дирижировать не только хором, но и своей жизнью. А жизнь ее, несмотря на локдаун, наполнена до краев. Помимо музыки, джазистка увлекается экстремальными видами спорта, зимним плаванием, участвует в марафонах, а еще есть страсть, которая передалась ей от отца. Рыбная ловля. Поэтому сейчас Анна с нетерпением ждет открытие сезона. Рассказывал Кирилл Бутырин. А на четверг запланировано еще одно большое интервью. Мы поговорим о книгах и о книжных магазинах. Действительно ли в пандемию стали больше читать? Если да, то что? Обо всем этом расскажет совладелица салона магазина «Литтера» из Дюссельдорфа Алла Лейбова. И еще немного полезной информации. Ввиду значительного увеличения числа случаев заражения коронавирусом, Бранденбург вводит комендантский час на Пасху. Кабинет министров определил, что комендантский час будет действовать с 1 по 6 апреля с 22 часов до 5 утра. В городе Бремерхафен, который находится в округе Бремен, комендантский час вступил в силу со вчерашнего дня и будет действовать до 18 апреля. Граждане должны оставаться дома с 21 часа до 5 утра. В Баварии комендантский час введен в 59 населенных пунктах. В Берлине комендантский час пока не планируется. И о погоде на завтра. По сведениям интернет-сайта weatheronline.de похолодает в Гамбурге до 12 градусов тепла, в Нижней Саксонии, Берлине и Бранденбурге до плюс 15, в Северном Рейне-Вестфале до 20, выше нуля, без осадков, солнечно. Завтра в нашей программе «Главные новости дня». И вы услышите большое интервью, в котором Алла Лейбова, совладелица салона магазина «Литтера» из Дюссельдорфа, расскажет о том, действительно ли в пандемию стали больше читать. А на сегодня это все. Номер телефона нашей редакции 979-933-5620, код Берлина 030. В студии была Дина Мишина. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю всего доброго!